Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов и последние события к этому часу. Коротко о главном. Прогорели на отдыхе. Директор туристической компании обманным путем завладела деньгами жительницы Нижнего Новгорода. Расскажем через минуту. Ко дню рождения Расула Гамзатова по всей России проходит фестиваль Дни Белых Шуравлей. Почитатели творчества великого поэта возложили цветы к его памятнику в Москве. Жительница Махачкалы подозревается в мошенничестве. Накануне в отдел полиции по советскому району поступила информация о том, что 25-летняя девушка, являющаяся директором туристической компании посредством сети интернет, обманным путем завладела деньгами в сумме 15 тысяч рублей у 32-летней жительницы Нижнего Новгорода. Для дальнейшего разбирательство Махачкалинка доставлено в отдел. В ходе допроса она призналась, что в апреле текущего года с ней связалась женщина, которая планировала посетить туристические места Дагестана и частями оплатила будущую поездку. Однако в день выезда подозреваемая объявила, что турпоход отменяется по разным причинам и отказалась возвращать деньги. Установлено, что она подозревается в ряде аналогичных мошеннических действий. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Охотничье оружие и оружие самообороны можно приобретать, только если человеку исполнился 21 год. Об этом новшестве, которое внесено в федеральный закон об оружии, рассказал на брифинге начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, полковник полиции Навруз Гусейнов. Также, согласно внесенным изменениям, не разрешается в целях самообороны или охоты приобретать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин, до истечения двухлетнего срока владения гражданским огнестрельным оружием. Кроме того, владельцы огнестрельного оружия обязаны сообщать в Росгвардию об утрате или хищении принадлежащего им оружия. В настоящее время на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Управление Росгвардии по республике Дагестан состоит около 90 тысяч граждан, в пользовании у которых находится свыше 120 тысяч единиц гражданского оружия. Полковник полиции также дал разъяснение касательно ограничений на выдачу лицензии на приобретение оружия гражданами со снятой или погашенной судимостью. По всей России проходит Гамзатовский фестиваль Дни Белых Журавлей. Традиционно он начинается в день рождения великого поэта 8 сентября. С момента открытия памятника Расулу Гамзатову в 2013 году праздничные мероприятия проходят и в Москве. На праздник собираются почитатели творчества поэта, его друзья, коллеги и родственники. Накануне на Яузском бульваре состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу. Наша съемочная группа побывала в Москве. Проводимые ежегодно Гамзатовские дни стали международным праздником поэзии. Изначально мероприятия проводились только в Республике Дагестан, но позже получили распространение и в других регионах России, в том числе и в Москве. В течение многих лет 8 сентября у памятника Расула Гамзатова в Москве собираются представители дагестанской общественности. Мероприятия проходят в неформальной обстановке. Люди разных национальностей, искренне любящие поэзию, читают стихи Гамзатова, поют песни и признаются, что в произведениях дагестанского поэта можно найти ответы на многие вопросы. Мы гордимся тем, что в центре Москвы стоит памятник нашему великому дагестанцу, который не только большой поэт, большой интернационалист. Расул Гамзатов говорил так, за границей ягод русский, в Москве я дагестанец, в Дагестане я аварец. Наверное, это самая интернациональная позиция человека, и если мы будем ее придерживать, то, наверное, все будет хорошо. Поэзия Расула Гамзатова, наверное, это целое явление, это не просто стихи, это философия, это философия жизни. Наверное, каждый человек может найти там ответ на многие вопросы в разных жизненных ситуациях. Почитают поэта в Москве не первый год, но москвичка Белла Гутникова попала сюда впервые. Говорит, что вечер памяти поэта ей очень понравился. А Расул Гамзатов для нее – это эталон мужественности. Мне очень понравился вечер. Здесь же какие люди симпатичные, добрые, открытые, искренние. Вот такое впечатление, как будто это семья. Не знаю, он хороший человек. Настоящий мужчина, побольше бы женщин, по встречанию таких мужчин, как Расул Гамзатова, может быть, у нас и разводов бы не было. Потому что он эталон порядочности, надежности и мужественности. Так хочется иметь рядом вот такого друга, надежного и симпатичного. Творчеством Гамзатова знакомо и любит не только старшее поколение. Свои любимые строки из произведений вспомнили его правнуки. А журавлик автомал сделал девочкой и остался. Да больной не лег он труд. Своей девочке казалось, что журавли ее спасут. Журавли спасти не могут. Это ясно даже мне. Люди, люди пусть помогут преградить пути войны. На площадях, в парках со сцен театров по всей стране звучат стихи и песни поэта. Сборники стихов Гамзатова выходили миллионными тиражами. Переводились на десятки языков мира. А выступления проходили при полных залах. У каждого здесь свой Гамзатов. Он умел по-настоящему дружить и любить. Таким запомнили его друзья и самые близкие. Таким он остался на века в своих произведениях. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Москва. Работники Дербенского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника участвуют во Всероссийском фестивале «Крымский мост». Фестиваль стартовал накануне на площадках в городских округах Судак и Феодосия. В творческом саммите принимают участие более 500 конкурсантов из художественных, любительских и профессиональных коллективов. Дербенский музей-заповедник представит насыщенную культурную программу, в которую войдут мастер-классы, выставки кубачинских ювелирных изделий, дагестанских ковров, картины малых скульптурных композиций Шавкринского. Хореографическое творчество также продемонстрирует Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий». Демонстрация культурных особенностей народов Дагестана в Крыму послужит укреплению межнациональных связей между коллективами. «Зол белых журавлей». Под таким названием накануне в Республиканском театре поэзии прошел ежегодный вечер в честь дня рождения Расула Гамзатова. Его отметили в рамках международного фестиваля «Дни белых журавлей». На вечере собрались гости международного гамзатовского фестиваля. Поэты и писатели со всей России съехались, чтобы не только почтить память, но и поделиться своим творчеством, наполнить жизнь поэтическим словом. Отмечу, что творчество Расула Гамзатова занимает особую страницу многонациональной советской поэзии. За выдающиеся достижения в области литературы он отмечен многими званиями и премиями Дагестана, Советского Союза, России и мира. Стиральная машина в подарок. Благотворительный фонд «Инсан» вручил одной из подопечных бытовую технику, которую она не могла позволить себе долгие годы. Женщина проживает со своим ребенком одна на съемной квартире. Кроме того, она не может позволить снять жилье, где есть нормальные условия для жизни. Сбор среди близких и знакомых организовал председатель Совета имамов города Дербент Абдулла Маликов. Средства для покупки стиральной машины были собраны меньше, чем за один день. Дагестанские борцы выступят на юбилейном турнире на призы Александра Медведя. Международные соревнования на призы трехкратного олимпийского чемпиона пройдут в Минске в 50-й раз. Ожидается участие около 200 борцов из 15 стран. В заявку сборной Дагестана вошли 15 спортсменов. Среди них медалисты чемпионатов России разных лет, призеры международных турниров. Вольники выйдут на ковер уже завтра, 10 сентября. Первый день турнира. Борцы оспорят путевки в финал в пяти весовых категориях. До 57, 65, 74, 86 и 97 килограмм. К этому часу все. Оставайтесь с нашим телеканалом, смотрите новости на сайте nnttv.ru и во всех соцсетях. Всего доброго. До свидания.